Чего боится нарцисс? Мы с вами сегодня разберем пять вещей, на которые люди с нарциссическими чертами личности реагируют, так сказать, болезненно и не очень этого любят вообще. Для чего это нужно? Ну, во-первых, с диагностической точки зрения. Если вдруг вам приходится общаться с каким-то человеком, про которого вы замечаете, что у него есть вероятность нарциссические черты личности, то, используя эти вещи, о которых мы будем говорить в этом видео, вы сможете по его реакции понять, что, возможно, там действительно эти черты личности достаточно глубоко укоренены. Что-то он так сильно реагирует на те вещи, на которые обычно нарциссы реагируют. И вторая вещь, это, собственно, вы можете использовать эти вещи, если вы понимаете, что человек очень похожий на нарцисса, с какими-то такими вот чертами, начинает вам навязывать свое общение, вам это неприятно, то таким образом вы сможете себя как-то обезопасить и дистанцировать его. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы разбираемся с вами с пятью вещами, которые не нравятся нарциссам. Если вам эта тема интересно, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Можете поделиться этим видео в своих соцсетях, и мы начинаем. Прежде всего стоит сказать, что люди с нарциссическими чертами личности, это люди, которые, как правило, в детстве не получили достаточное количество такой валидизированной, подтвержденной любви, у них нет эмоционального опыта принятия их значимыми взрослыми, как правило, родителями. Причем это может быть в ситуации, когда формально человек был в социально какой-то вот такой благополучной семье, у него были родители, обеспеченные родители, может быть даже были какие-то там няньки или какие-то другие родственники, знаете, так сказать, когда семь нянек было. Было много людей, но предположим, это была какая-то дистанциональная семья, и ребенку любовь выдавали только за то, что он, предположим, как-то мама его хорошо себя вела по отношению к своей матери, или потому что он как-то хорошо себя вёл по отношению к своим братьям или сестрам. То есть какая-то была такая вот сложная система иерархии, в которую ребенок не мог понять, и он не мог понять, почему ему иногда показывают, что он любим, а иногда это не показывают. И вот он вырастает с таким постоянным чувством какой-то неуверенности в себе, неуверенности в том, что он заслуживает любви, чувство такой внутренней постоянной тревоги. Такой человек старается из общения своего с окружающими людьми получать постоянное подтверждение своей значимости, такую, собственно, валидизацию того, что он существует. И первая вещь, которую нарцисса очень сильно расстраивает, и чего он старается избегать, это прямая конкуренция или конфронтация. Потому что любое состязание, любая игра, любой какой-то спор или дискуссия предполагает, что ты можешь оказаться неправ, ты можешь проиграть, ты можешь оказаться не на первом месте. А для нарцисса оказаться не на первом месте, значит оказаться на последнем месте. Вернуться вот в то чувство, когда он был маленьким ребенком, который был отвергнут и не понимал вообще, он имеет право существовать или не имеет права существовать. То есть это очень сложные, не рациональные, а скорее эмоциональные такие вот переживания, которые рационально можно объяснить такими словами, что он чувствует какую-то пустоту и какое-то вот непринятие. Поэтому вы можете столкнуться с тем, что вот, скажем, человек нарциссическими чертами что-то там умничает, рассказывает про какие-то вещи, а вы говорите, давайте загуглим, проверим, правда ли ты это говоришь. Нет, нет, не надо гуглить, не дай бог только бы не оказалось бы, что он окажется неправ. Или, предположим, вы ему предлагаете с каким-то человеком вступить в прямую конфронтацию, он всегда ответит что-нибудь, типа я с дураками не спорю, что с ним связываться. Вторая вещь, которую нарцисс не переносит, это пренебрежение. Ну понятно, что в принципе пренебрежение, какое-то обесценивание никому не нравится, но нарцисс к этому будет относиться просто вот так вот болезненно, чувствительно. То есть кто-то где-то повел глазом, не знаю, ухом, носом, чем-то там бровью, ты неправильно как-то взглянул, в голосе нет такой вот интонации полного безоговорочного такого уважения, а можно как-то предположить, что возможно там какое-то было сомнение в моем великолепии. Вот вот любое такое как бы намек на пренебрежение он воспринимает как такой однозначно вражеский против него какой-то вот ход и на это дело так вот ранимо обижается. Про таких людей, ну вот в обществе говорят, что это человек с болезненным самолюбием. Вот это что-то такое. Если как-то человек на ваше какое-то недостаточное внимание или ваш какой-то уставший просто вздох, ну вот вы сами себе вздохнули, он это все воспринимает на свой счет и воспринимает это как пренебрежение, задумайтесь, у этого человека вероятно есть нарциссические черты. Страх отвержения это та вещь, которой нарцисс в детстве наелся, его то любят, то не замечают, то его как бы принимают, то его отвергают и у него постоянно чувство, что меня могут бросить. Поэтому он очень сильно переживает, что его могут в какой-то группе как-то выгнать, не пригласить куда-то, отвергнуть, бросить и проявляться это может в такой, знаете, определенной такой параноидной настроенности в плане того, что кто-то что-то возможно про него сказал. То есть вот сидите вы в компании людей, ну и все знаете так вот говорите наперебой, кто-то что-то сказал и он говорит, что что ты сказал, ты-то мне сказал. То есть нам всем неприятно, когда мы где-то не расслышали что-то, что было к нам обращено, мы думаем, что может быть это было к нам обращено в плане там может человеку какую-то претензию сказал или может еще что-то. Но бывает, что для нас это не так уж и важно, для нарциссы это максимально важно. Если вдруг он не расслышал, что кто-то что-то сказал, что возможно его касается, он вообще остановит весь процесс и будет добиваться прояснения этой ситуации. Потому что ему очень важно понимать, что никто его не собирается бросать в каждый момент времени. Никто не собирается его не выгонять ни из какой-то группы, в которой он находится. Потому что отвержение это то, чего он не переносит. Нарцисс не переносит одиночество, потому что для него одиночество это означает, что это вот не он один, это не он выбрал быть в уединении, это его все бросили. Так он это воспринимает. И вы можете себе представить как нелегко такому человеку в современном обществе, где мы все в гаджетах, в принципе сейчас общество такое шизоидизированное, мы очень много времени проводим в уединении и вот он каждый раз, когда люди куда-то расходятся, стараются прицепиться к кому-то, чтобы не оставаться один. Поэтому нарциссы и вступают в эти отношения, где им очень важно найти человека, с которым можно быть в слиянии, где можно человека контролировать. Вот эти вот люди, которые являются, так мы называем, жертвой нарцисса. То есть нарцисс находится рядом с каким-то человеком, которого он постоянно использует как человека, который находится рядом с ним, подтверждает его значимость и в конце концов он не один. Он не один, он не отвергнут. Потому что нормальный человек с такой в общем-то гармоничной здоровой личностью может находиться в уединении, если это его выбор, столько времени, сколько ему нужно. Нарцисс не может находиться один, даже если это важно для него, даже если это его выбор. Даже если он оказывается где-то по своему решению в одиночестве, он в этот момент начинает страдать и испытывать желание где-то найти кого-то, кто будет его извне подтверждать его значимость. Ну и конечно нарцисс просто не переносит какого-то разоблачения и раскрытия. Если вы человеку с условно какой-то гармоничной здоровой личностью скажете, что послушай, я замечаю, что у тебя есть какие-то вроде как нарциссические черты, что вот смотри, ты вот нуждаешься в одобрении окружающих людей даже тогда, когда твои достижения они как бы объективны и неоспоримы. Но все равно тебе важно получить от окружающих людей какое-то вот, не знаю, одобрение. Возможно иногда у тебя бывают проблемы из-за того, что ты как будто бы немножко зависишь от мнений окружающих. Как поступит человек с условно такой здоровой гармоничной личностью, особенно если ему сказал этот близкий человек, он знает, что этот человек говорит это, ну так сказать, с благими намерениями. Человек получается начинает как-то задумываться над тем, что ну да, возможно в своих словах есть правда, и я задумываюсь над этим. Может быть действительно я немножко излишне завишу от мнения окружающих. Так поведет себя человек с гармоничной личностью. Нарцисс себя не так поведет. Когда он заметит, что вы замечаете в нем вот эти вот нарциссические проявления он тут же будет это ярко отрицать и он будет эмоционально остро на это реагировать потому что вы как будто бы вскрываете его защиты если вы человеку такому скажете что посмотрите для тебя очень важно привлекать к себе внимание твоим по сути как бы хвастовством или выпячиванием твоих достижений или для тебя важно привлекать внимание к себе от тем что ты постоянно жалуешься у тебя постоянно что-то болит и ты говоришь о своих каких-то неудачах там и каких-то болезнях если это вариант скрытого нарцисса как только нарцисс это замечает что вы это видите ему в этот момент очень нехорошо, а создавать себя таким нехорошим, и он естественно будет всячески это во-первых отрицать, во-вторых отрицать он будет в очень такой эмоционально яркой, возможно грубой форме. Если у вас был собственный, так сказать, горький опыт общения с человеком с эстетическими чертами личности, и вы замечали, да, что у него есть эти страхи, вы соприкасались в своем опыте с тем, что он не переносит одну из тех пяти вещей, о которых я сказал, напишите в комментариях, это будет очень важно, потому что это будет какой-то прямой живой такой конкретный пример. Я буду очень благодарен. Если вы со мной опять же в чем-то не согласны, пишите в комментариях, я с удовольствием с вами поспорю. Если же вам это видео нравится и тема кажется важной, ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы меня не потерять, поделитесь этим видео в своих соцсетях, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.